Это говорил он захватывает мои мысли и объяснял, что его преследует все одна и та же мысль, постоянно возвращающаяся к постигшему его несчастью. Конечно, ошибаются те, кто эмотивной причине приписывает большинство судорог чисто эпилептического происхождения, но несмотря на преобладание других причин, нельзя не признать то важное значение, какое имеет сильное душевное волнение в этиологии этой болезни. Ромберг придерживается мнения, что душевное влияние более нежели органические повреждения, бывают причиной эпилепсии. Он напоминает, что из 44 случаев, причину которых старательно исследовал, 31 произошли в зависимости от душевных влияний. Он прибавляет, ни одна болезнь так легко не возникает под влиянием страха, как эта. Она может быть вызвана даже одним видом эпилептического припадка. Чаще всего наблюдается влияние страха. Прежде это влияние еще больше замечали, в то время, когда кормилицы рассказывали так много историй о выходцах с того света и домовых пояснений. Пусть матери, отцы и воспитатели обратят внимание на этот факт. Через это от массы несчастья избавят они своих детей и себя от ужасных нравственных страданий при виде больных своих детей. Священник Григорий Диченко. Гнев также относится к этому роду случайных причин болезни. Подражание эпилепсии может действовать так же, как и душевное влияние, и, как говорят, переходить иногда в настоящую болезнь. Форма эпилепсии, происшедшая под влиянием страха, по существу неизлечима. Из 67 случаев, причины которых определил Лорет, он нашел, что в 35, по крайней мере, симптомы болезни показались в следствии страха. Надо думать, что такой внимательный исследователь, как Лорет, проверил, насколько промежуток между испугом и припадком был невелик, чтобы не видеть в этом совпадение простой случайности. Трюссо, который, как нам кажется, наклонен умолять чистоту этой причины, признается, тем не менее, что он сам несколько раз убеждался в достоверности этого факта. Заимствуем у него следующее наблюдение. Недавно, говорит он, со мной советовался бразилец, первый припадок которого, казалось, явно развился под влиянием страха. Во время длинного путешествия, предпринятого им внутрь своей страны, он зашел в уединенную хижину, где был свидетелем ссоры между многими вооруженными людьми, которые от слов перешли к драке. Один из этих людей, смертельно раненый выстрелом из ружья и ударом ножа, упал, умирая на его глазах. Эта картина произвела на него ужасное впечатление. Если бы родители и воспитатели уяснили себе значение подобных фактов, часто гибельны, влияющих на нервную, восприимчивую природу детей, они меньше водили бы их на театральные и цирковые зрелища, где очень часто бывают сцены резни и выстрелы. Священник Григорий Диченко. Через несколько дней после того, как он сидел за обедом у одного из своих друзей, с ним сделалось эпилептическое головокружение. Начиная с того времени в продолжении пяти лет, эти припадки повторялись почти ежедневно. Они выражались ощущением сильного жара, который начинался у пупка, достигал спины и оканчивался полной потерей сознания, продолжавшейся приблизительно две минуты. Эти головокружения бывали иногда так быстро и так скоро проходящие, что присутствующие ничего не замечали. Пять лет спустя появились сильные припадки, которые сначала принимались за апоплексию и которые возвращались снова через каждые 20 или 30 дней. Головокружения не появлялись больше. Врач в Рио-Жанейро назначил лечение, после которого у больного 4 года и 11 месяцев не было ни одного припадка. По истечении этого времени сильные припадки появились снова, такие же интенсивные и такие же правильные, как и прежде. Так они продолжались 6 лет. Они стали несколько слабее, но появлялись чаще, а иногда бывали ночью. Никогда и никто из его родных, как утверждал больной, не был подвержен подобного рода припадкам. Из этого случая видно, что эмотивное возбуждение не сразу вызвало эпилептические судороги, но они сильно подействовало на мозг и породило те болезненные условия, которые характеризуют птицмаль. В обычных обитателей Сандвичских островов встречаются замечательные примеры, которые доказывают, каким образом влияние душевного волнения и воображения на тело производит судороги эпилептивидной формы. Элис нам передавал, когда жрец вообразит себя проникнутым богом, он приходит в сильное возбуждение, тело его вздувается, члены объяты судорогами, черты лица искажаются, а взгляд становится безумным. Часто он катается по земле с пеной у рта, и тогда среди пронзительных криков он выбрасывает несколько слов, которые принимаются за приговор божества. В этот момент припадок обыкновенно оканчивается, и жрец становится сравнительно спокойнее. Элис рассказывает еще про двух детей, постных к соседу за корнями клещинца. Так как этого соседа не было дома, дети одни отправились на его поле, чтобы нарыть там корни этого растения. Он возвратился прежде, нежели они оттуда ушли, и так как он считался колдуном, то и произнес против них самые ужасные проклятия, угрожая пифао, что означает страдание вследствие одержимости бесом. Страдание равное тому, какое причиняет рана, нанесенная копьем или косой. Дети возвратились домой. Немного времени спустя один из них заболел болезнью, которую рассматривали как последствия этого проклятия. Лежа на полу он кощился от боли с пеной у рта, глаза у него выходили из орбит. Лицо было искажено, а члены содрогались от жестоких конвульсий. Он вскоре умер в страшных мучениях. Хотя и говорят, что дети, по-видимому, не обратили никакого внимания на угрозу. Но этот важный факт следовало бы установить более положительным образом. Во всяком случае, люди суеверные, их окружавшие, вероятно, не применили обратить их внимание на опасность, которой они подвергались и наиболее легковерной, наиболее впечатлительной из них, стал жертвой страха. В общем же, если в этом и в других аналогичных случаях исследовать происхождение симптомов болезни и их однообразие, то несомненно будет, что смерть часто следовала под влиянием страха и ожидания, вредно отразившихся на органических функциях. К такому же выводу приходит и сам внимательный исследователь, которому мы обязаны с знанием этих подробностей, и с которым мы имели возможность беседовать о его путешествиях в Полинезии. Дрожательный паралич. Медицинский опыт вполне подтверждает замечание, сделанное Маршаль Халем, о том, что эмоции в большинстве случаев служат началом паралича, а также и то, что под ее влиянием болезнь это усиливается. Мускульное движение в этой болезни успокаивается во время сна. Приводит случай с одним аббатом, который во время террора во Франции остановлен был Черни, и на него кричали на фонарь. Ему удалось убежать, но с тех пор в ногах у него сделалось сильное дрожание. Тот же автор рассказывает о господине, у которого болезнь произошла от забот, вызванных разорительными тратами, которые он сделал для того, чтобы быть избранным в парламенте. Он сделался совершенно не способен ходить один, но ходил очень хорошо. Лишь только его жена слегка брала его за руку. Он совершенно терял способность управлять своими движениями, как только возбуждался чем-нибудь или волновался. В третьем случае болезнь последовала от беспокойства вследствие денежных дел. Однажды сын больного послан был в банк для помещения большой суммы денег и опоздал возвращением домой, отправившись в театр, вследствие чего симптомы болезни настолько усилились, что дело дошло почти до гемиплетии. Маршал Холл, который считает паралисис агитанс эмотивной болезнью, по преимуществу прибавляет, что он мог бы привести еще и другие случаи, подобные вышеописанным. Труссо приводит другой случай, вызванный глубоким душевным волнением. Один адвокат почти год усердно ухаживал за больной женой, которую потом потерял. Горе и бессонные ночи его ослабили. После этого он сделался так нервно раздражительным, что не мог слышать звона колоколов и не мог выносить ни малейшего шума. Скоро ему показалось, что рука у него стала слегка дрожать. И что движение всего члена, и в особенности кисти, делалось все более и более затруднительным. Вскоре он почувствовал неловкость и в ноге на той же стороне. И дела пошли все хуже и хуже, причем лечение не помогало. Затем больной перестал писать. Труссо говорит, что он походил на паралитика, но хорошенько исследовав его, он увидал, что паралич был только кажущийся. Известно, что общественные волнения часто вызывали припадки этой тяжелой болезни. Во время восстания в Бристоле в 1833 году воображение граждан было возбуждено событиями, и под влиянием страха произошло много случаев хореи. Доктор Карпентер говорит, что в то время, в продолжении нескольких недель, в госпитале принято было большое количество лиц, страдавших этой болезнью. Он передает вместе с тем случай, где очень незначительное душевное волнение произвело необыкновенную судорогу членов и лица. Больной, человек умный и образованный, очень доброго и кроткого нрава, не мог пройти по улице, чтобы не подвергнуться припадку этого рода, который зависел от причин, весьма труднопредугадываемых. Так, например, с ним сделался однажды припадок при виде человека, который, как ему показалось, сломал ногу, вылезая из омнибуса. Приятное волнение, вызванное собранием друзей, обыкновенно производило подобное же действие. Сила этих припадков видоизменялась сообразно с общим состоянием здоровья. Труссо рассказывает о молодой девушке 18 лет. Болезнь которой, признанная истерической, произошла под влиянием страха. Она необыкновенно заикалась и быстро и долго повторяла, не останавливаясь, последние слоги слова, которые она старалась произнести, что ей не удавалось сначала. Замечательно, что она не заикалась, когда пела. Так что невозможно было даже подозревать какой бы то ни было недостаток в ее речи. Тот же автор передает другой случай, который произошел от сильного горя вследствие потери сестры. Больная 19 лет представляла, как главный симптом болезни, странные движения головы и рук. Тогда Труссо видел ее в первый раз, она казалась очень здоровой, но вся левая сторона у нее подвержена была жестоким хореическим подергиваниям. Она каждую минуту ударялась о мебель и еще больше расстраивалась, когда, думая остановить ее волнение, ей протягивали руку. Но было почти магическое средство прекратить у нее припадок, игра на фортепиано. Она могла проводить часа, час и два за инструментом, играя в совершенстве, совершенно правильно соблюдая такт и не пропуская ни одной ноты. По словам Труссо, уже этого одного факта достаточно для того, чтобы показать за недостатком других доказательств, что это случай истерической хореи, а вовсе не настоящая пляска святого Витта. Когда больная желала взять какой-нибудь предмет, она хватала его сразу и не выпускала из рук. Одна женщина лишилась ребенка, которому было уже восемь лет и которому отчень, которого она любила. Горе, причиненное ей этим случаем, вызвало у нее мучительное ощущение сжатия в горле. Причем малейшее душевное волнение усиливало это ощущение в такой степени, что вызывало значительное стеснение дыхания. Однажды припадок был так жесток, что лицо у нее совершенно посинело. В продолжении двух часов она была без голоса, почти без сознания, как бы в состоянии задушения. На другой день после этого припадка она поступила в отель Дио в Лионе, в отделении доктора Ле Виротте. Она хворала уже семь месяцев и оставалась в госпитале приблизительно три недели. Ее лечили простыми средствами. Она вышла оттуда с некоторым улучшением, но не вылеченная вполне. Икота. Ромберг приводит случай совсем не прекращающейся икоты, вызванной душевным волнением. Одна польская еврейка 21-го года жестоко испугалась во время революции в городе Кракове и вследствие этого стала икач. Три года спустя после этого она была принята в поликлинику в Берлине вследствие осложнившегося спазма в глотке. Икота была громкая и звонкая. Во время припадка она конвусивно откидывала голову назад, что указывало на участие еще других нервов, кроме тех, которые имели прямое действие на икоту. Судороги, речи, лепетание и заикание всегда увеличиваются при скромности, между тем, как смелость и необходимость говорить заставляют их исчезнуть. Это испытал Карл I. Он заикался, но тем не менее совершенно освобождался от своего недуга, когда ему пришлось говорить во время своего процесса. Заикание почти не существовало бы без душевного волнения, говорит Маршалл Холл, который сравнивает его с нервным дрожанием, отчего многие не способны бывают публично подписать свое имя. Мы не могли найти случаев постоянного заикания, которое бы происходило от эмотивного возбуждения. Водобоязнь Страх, соединенный с представлением о водобоязни, часто вызывает судорожные сокращения мускулов, глотки. Случа этого рода прекрасно подтверждает влияние воображения на тело, вызывающие их идеи, так часто происходит под влиянием душевного влияния и настолько усиливается этим последним, что, как мы уже имели случай говорить, часто бывает невозможно отделить одно от другого и изучать отдельное влияние воображения. В следующем случае волнение Страха действовало как очевидная причина. Ромберг, следуя Чомолю, рассказывает об одном леонском враче, который присутствовал при вскрытии страдавших водобоязнью, и вообразил, что заразился трупным ядом. Он лишился сна и аппетита, и когда попробовал пить, то с ним сделали с припадок удушья и судорога глотки. В продолжении трех дней он бродил по улицам в страшном отчаянии из-за тех пор, пока наконец его друзья его друзьям не удалось убедить его, что его болезнь воображаемая. Труссо говорит, что он знал многих врачей, людей умных и добрых, весьма знакомых с необходимыми условиями для развития бешенства, которые в продолжении месяцев и даже лет после того, как лечили людей, одержимых водобоязнью или же вскрывали трупы подобного рода, сделали с предметом более или менее мучительных припадков дисфагии, единственно потому, что они вспоминали о тех ужасных сценах, которые были свидетелями. Время избавило их от этого нервного расположения, которое выражалось судорогами глотки. Они сами себя вылечили, вспоминая объяснение болезни и стараясь пить всякий раз, когда чувствовали свое болезненное настроение. Нужно прибавить вместе с Труссо, что при нервной водобоязни бывает только дисфагия, не бывает общих судорог. Спазм ограничивается пищеводом и дыхание свободно. Если дисфагия продолжается более четырех дней, то она, вероятно, зависит не от отравления, а от одного воображения. Мемуары Королевской академии в Монтпеллии содержат истории двух сестер, укушенных бешеной собакой. Одна из них уехала в Голландию, откуда вернулась только через десять лет. Возвратившись, она узнала, что ее сестра умерла от водобоязни. Это так на нее повлияло, что она так же заболела этой болезнью и умерла. Каталепсия. Эта болезнь очень редко встречается, за исключением искусственной каталепсии, вызванной бродизмом. Мы не хотим рассматривать некоторых случаев душевного расстройства, при котором члены принимают более или менее каталептическое положение. Если бы мы поместили их наряду со случаями каталепсии, в котором они весьма подходят, мы могли бы привести в пример многих больных, которых сильное душевное волнение повергало в состояние умственного оцепенения с каталептическими симптомами. Доктор Чриктон приводит следующий случай, который он относит к каталепсии. Георгий Гракацкий, польский солдат-дезертир, который ушел из полка летом 1677 года, был найден по прошествии нескольких дней в кабаке нижнего этажа, где он пил и очень веселился. В ту минуту, как его арестовали, он пришел в такой ужас, что громко закричал и невидимно потерял способность речи. Приведенный на военный двор, он был не в состоянии выговорить ни слова. Мало того, он стал неподвижен, как статуя и, по-видимому, ничего не сознавал. В тюрьме, куда его отвели, он не мог ни пить, ни есть. Сначала ему угрожали, затем пробовали его успокоить. Все старания были напрасны. Он остался чувствителен и неподвижен. С него сняли кандалы. Вывели его из тюрьмы, но он не шевелился. Таким образом, он провел 20 дней и 20 ночей, во время которых не принимал никакой пищи и совсем не испражнялся. Он постепенно он постепенно опускался и умер. А 23 мая Медикал Таймс газет 1868 года вкратце передает замечательный случай паралича, вызванного страхом. Дело было во время заседания суда в Лимирике, где двое мужчин обвинялись в убийстве одного из родственников. Тот, который жаловался, указал на своего отца как на свидетеля. Мать арестантов, до крайности раздраженная тем, что на основании показаний этого человека ее сыновья были осуждены на заключение в тюрьму, выразил свои чувства проклятием, пожелав, чтобы в ту минуту, как он выйдет из зала суда, старик был разбит параличом. И он действительно упал разбитый параличом, так что его должны были отвезти в госпиталь. Так как эта необыкновенная болезнь не поддавалась легко обыкновенным способом лечения, то попросили женщину взять назад свое проклятие, плюнув на больного, но она с жестокостью отказалась это сделать и больной остался в госпитале. Пояснение. Подобные случаи где идет речь о проклятии и последовавшем несчастье не все могут быть объяснены естественным чувством страха и как результатом его параличом известной группы нервов. Есть много засвидетельственных случаев, когда дерзкий и непочтительный сын, совершенно бесстрашно относившийся ко всякого рода замечаниям своих родителей, подвергался вдруг полному расслаблению тела или какого-либо важного органа после проклятия родителей, возмущенных каким-либо необычайно грубым проступком сына. Ясно, что эмоций и страха здесь недостаточно, как причина, объясняющая паралич. Разумнее допустить, что со словами проклятия, как и благословения, Господь соединил особенную силу. Такой взгляд и проводится во всей Библии. Весьма древним синонимом паралича является афазия, которая указывает, что при этом болезненном состоянии бывают затруднения или потери речи. Это явление часто бывает при параличе эмотивного происхождения, но, естественно, может присоединиться и к самым разнообразным расстройствам нервной системы, как паралич языка, мышц, пищевода, потеря памяти и тому подобное. Немота, причиненная ужасом или иным душевным возбуждением, может, как мы уже сказали, относиться к различным патологическим условиям, но обыкновенно ее можно отнести к потрясению двигательных центров, отчего происходит временной порезы, ядер в исходе нервов, которые возбуждают или мускулы артикуляции слова, или мускулообразований звуков, или же те и другие вместе. Нервы не подчиняются больше воле, но при этом остается язык жестов и письма. вот случай, который недавно явил место в Валдерастоте. Он рассказан майором Миллер, смотрителем военной тюрьмы, и касается действия гнева у человека, сделавшегося жертвой проклятий, которое он посылал другим. Один арестант, которому сделал выбор во время работ сторож пожелал, чтобы всемогущий Бог сделал этого сторожа немым. В ту же минуту сторож делался немым, и это продолжалось семь дней. В продолжении всего этого времени он был совершенно не способен выговорить слово. Он не притворялся, потому что казался очень несчастным и озабоченным. Доктор Ханфелд Джонс цитирует по Касперу случай с матросом, принятым по Ленина корабль, где он был хирургом. Однажды случилась страшная буря, угрожавшая смертью целому экипажу. Один матрос, здоровый датчанин 30 лет, белокурый, с белым светом лица, пришел в такой ужас, что немым свалился на палубу. Затем у него выступил кровавый пот, что увеличивает интерес этого случая, о чем мы будем говорить в другом месте. Прибавим лишь, что симптом этот исчез, одновременно речь возвратилась, и матросу стало гораздо лучше, как только буря прекратилось. В случаях, приведенных нами, сильное душевное волнение потрясло двигательный центр, функция которого заключается в выражении мыслей при помощи мускулов речи. Способность произношения боли не существовала, но нет причины предполагать, чтобы эти больные не могли выражаться помощью жестов или письма. Тодд приводит следующий случай. Больному было от 50-60 лет. Он был раздражительного и похондрического темперамента. Однажды вечером в его семье говорили о чем-то, не имевшем особенного значения, причем один из присутствовавших слишком ему противоречил. Он сильно возражал. Противник отвечал тем же и наконец пришел в такое сильное возбуждение, что совершенно потерял способность говорить. Больной прекрасно пользовался своими мускулами, вполне владел движениями рук и ног, мог подписать чек и вообще его умственные способности казалось были невредимы. Но он не мог говорить, а когда попробовал то попытки эти ограничивались одним лишь криком. А фазия продолжалась приблизительно неделю. По истечении этого срока больной поправился, а когда стал говорить, способность речи вполне восстановилась в короткое время. Душевное волнение может настолько повлиять на нервы сердца, что произойдет сильное сокращение тоническая судорога этого органа. Появление же судороги в органе столь важным для жизни может повести за собой смерть. Трудно бывает определить, зависит ли подобный результат от потери равновесия в распределении нервной силы, или же это прямое действие нервной силы на мышцу. Хантер умер от грудной жабы, причиненной припадком гнева. Интересно вспомнить здесь обстоятельства его смерти и результаты вскрытия его тела. А администраторы госпиталя Святого Георгия, которым он был сотоварищем, утвердили по отношению к студентам правило, которое, по-видимому, имело целью исключить соотечественников Хантера. Последний попросил однажды у Совета разрешения принять двух молодых людей, чего нельзя было сделать на основании нового правила. Перед собранием, говорит его биограф, он выражал одному из друзей свои опасения относительно того, что произойдут неприятные споры и то убеждение, которое он имел, что споры эти будут иметь для него, наверное, роковое значение. Приехав в госпиталь, он нашел совет собравшимся, он вошел в зал у заседаний, представил прошения молодых людей и стал их сильно отстаивать. Тогда он сделал несколько замечаний, на которые один из его товарищей нашел нужным сделать немедленные и сильные возражения. Хантер моментально перестал говорить, стал из-за стола, за которым сидели члены собрания, и, стараясь сдерживать свой гнев, поспешно удалился в соседнюю комнату. Не успел он войти туда, как и спустил глубокий стон, и без чувств упал на руки доктора Роберсона, одного из госпитальных врачей, случайно находившегося там. Сделали все возможное, чтобы возвратить его к жизни, надеясь, что у него только обморок или слабость, аналогичная тем, которые часто с ним бывали. Но все было напрасно, он действительно умер. При вскрытии нашли его сердце глубоко измененным. Орган был мал, до некоторой степени расслаблен и сильно сокращен. В полостях левого пресердия были белые бляшки. Венечные артерии были перерождены в окостеневшие трубочки, которые трудно было резать. Заслонка также была значительно окостеневшей. Двустворчатая заслонка значительно окостенела. В аорте, сонных артериях и их разветвлениях одинаково были белые пятна и большое количество окостеневших точек. Вероятно, что при таком тяжелом состоянии, как то, о котором сейчас была речь, сильные продолжительные судороги сердца должны иногда причинять смерть. Но также вероятно, с другой стороны, то, что эмотивное возбуждение может повести к тому же смертельному исходу, определяя совершенно другое состояние мышечной ткани сердца. В этом случае орган перестает сокращаться, он растягивается и становится инертным. В мускулах произвольного движения часто происходят эти два противоположных состояния под влиянием эмоций. Таким образом, рука может сократиться, оставаясь способной к действию или быть парализованной. Единственное различие, существующее между судорогами и параличом сердца, это то, что следствия не одни и те же, потому что рука не есть существенный орган для жизни. Ссылка Описанные несчастные случаи вследствие сильного гнева показывают, как справедливые Евангелия, с одной стороны запрещающая гнев, а с другой предписывающая со всеми обращаться кротко, любовно, снисходительно, дабы никого не раздражать. Наука на каждом шагу подтверждает истинное Евангелие священник Григорий Диченко. Доктор Пикок, мнение которого имеет большое значение благодаря продолжительной опытности, которую он достиг в лечении болезни сердца, нам сообщал, что ему часто приходилось наблюдать, что у женщин сердцебиение и вследствие этого расширения сердца шли рядом с душевными беспокойствами и другими эмотивными влияниями. Он никогда не встречал случаев разрыва сердца вследствие душевного волнения. Говоря о перемежающемся пульсе, доктор Ричардсон замечает, я никогда не видал случаев, где бы болезнь не была следствием беспокойства, нравственного потрясения, страха, горя или других подобных впечатлений. Я встречал много случаев, когда сам больной, будучи в состоянии заметить перемежающийся пульс, мог указать в точности момент, когда он почувствовал расстройство, которое было причиной этого. Неудивительно, что в наше время, когда беспокойная жизнь и напряжение чувства всех отношений так значительно повышены, приходится наблюдать несомненные очевидности умножения сердечных припадков. Из недавних работ доктора Квиана о сердце нам известно, что в продолжении двадцати последних лет количество смертей у мужчин всех возрастов болезней сердца поднялось с 5746 в 1851 году до 12428 в 70 число болезней сердца на тысячу живых людей простиралось до 0755 с 851 по 55 оно поднялось до 1 085 начиная с 1866 по 1870 нужно заметить между прочим что увеличение заболеваний падает на те годы когда индивидуум работает и вообще принимает активное участие в общественной жизни не не существует изменения в числе смертей относительно этой причины у мужчин до 25 летнего возраста от 20 до 45 лет число смерти возросло 0553 на 0709 пропорциональное увеличение смертности от болезни сердца едва заметно у женщин 25 лет жизни продолжительность которой от 21 до 45 расстройство деятельности сердца выражающиеся обмороком есть явление обыкновенное как последствия эмотивного возбуждения .